Всем привет, ребятки! С вами Димао, и у нас сегодня немного запоздало видео с наградами, которое начинается с гарантированных ТОДСов. Это ТОДС первый на основе, и тут выпал Джене, вот такой вот бестиара, центральный защитник со скоростью 90, между прочим. Прикольная карточка на самом деле, но рост 176 см у этого товарища. Вы понимаете, что с таким ростом на позиции ЦЗ практически делать нечего, только по фану за него поиграть. Я поиграл, выиграл по фану, Гая забрал за еженедельные задания с помощью как раз-таки Джена, Фон Франа и кто-то там еще был из Ла Лиги. Ну, короче, ладно, сохраняем. Переходим на трейд-аккаунт. А вот на трейд-аккаунте, на моем втором аккаунте, где я сыграл Викинг Лигу, выпал игрок куда более интересный. В флаге Франции, в позиции Лфа, это Усман Дембеле. 94 рейтинг, ребятки, и, ну блин, на самом деле космическая карточка. В принципе, если следите за новостями в моей группе, видели, каким составом я играл ту Викинг Лигу прошлую. И Дембеле не просто залетит в основу, станет лидером команды после вот этого бака великолепного. Так, ну и что, за Риволс. Переходим к наградам за Риволс. Также два аккаунта буду открывать, посмотрим, что здесь упадет. Как обычно, беру антрейд-вариант, два ультимейт-пака на основе у меня будет. Конечно же, озвучиваю сверху, объяснил уже, по какой причине. Ну и вот, погнали. Первый ультимат-пак. Врыв. И так, синячок прилетает. Вот так вот. Флаги Нигерии, позиция ЛП и это. Игрок из турецкой лиги Ани Куру. Не знаю, как там правильная фамилия у него произносится. 91 рейтинг и очень симпатичная карточка. В принципе, для суперсаба статы вполне. Вполне. И тут вот помимо его карточки, Эрбери еще выпал. Неплохой пак. На самом деле, неплохо мы начали пак-опенинг. Обычно наоборот. За ультимейт, за Риволс нифига не падает. Чуть-чуть потом разгоняемся, получше становится. Так, ну пак номер два, поехал. Второй пакетик и тут без волкаута, к сожалению. Да, конечно же, есть творочки. Это Бразилия, ФРВ, это Хонос. Хонос из Бенфики, 84 рейтинг. Ну, в принципе, ладно. В одном паке дали здорово. Во втором не очень. А в принципе, в принципе, я доволен был наградами за Риволс. А вот на втором аккаунте, скажу так сразу, конечно, сбегаю вперед. Был волкаут один. Сейчас мы увидим. Тоже антрейд, варик беру. Я даже не помню, в каком я здесь дивизионе. Честно, по-моему, это то ли четвертый, то ли пятый. Ну, мало здесь я играю, у меня особо нет интереса. Начинаю, как обычно, со второго пака по счету. И, как видите, нет волкаута, к сожалению. Нет створочек. Вот такое печальное начало. Тут, в принципе, любой рейтинговый игрок может прийтись ко двору. Потому что здесь не работает у меня рынок. И очень тяжко собирать всякие СБЧ. А вот во втором пакетике волкаут. Это просто супер. Сейчас вы увидите, кто выпал мне. Садио Мане. Победитель Лиги Чемпионов этого сезона. Мане провел отличный сезон. Жаль, не Тоддс карточкой его мне выпала. Хотя, в принципе, сейчас не знаю, кто занял бы место в основе. Это Дембеле или Мане Тоддс. Оба очень крутые. Но поскольку у меня в составе Лига и Лига 1, такой гибридик получается, скорее Дембеле даже где-то более полезнее здесь будет. Вот. Пак номер 3 по счету. За Риос. Как видите, тут тоже без волкаута. Тут даже без творочек. Очень печально. Скажу еще одно. На видос не попало 2-3-4 пака. Я не знаю, сколько их там было. Просто сыпется Тоддс из Ла Лиги. Делаю обычные улучшения. 81+. Везде. Везде на этом аккаунте сыпется Тоддс. Правда, не такие бомбические, как хотелось бы. Дембеле самый топ остается и на данный момент. Ну, за Риос. Вот. Рабье еще разочек выпал. В принципе, все. Погнали. Сейчас будет гораздо интересней. Награды за Викинг Лигу и пики. Красные пики нас ждут. Сразу я с трейт аккаунта начинаю. Со второго аккаунта. Потому что тут пики куда более важнее. Терштеген. Мой новый основной вратарь на следующую Викинг Лигу. Заменит он Джиджи Буфло на Лиге Чемпионского. Терштеген. 93 рейтинг. В принципе, 2 пика по 3 игрока. Ждать тут что-то стоящего, на самом деле, я не рассчитывал. Второй пик. Пареху. Пареху 93. Конечно же, я выбираю его. Ни Елмаз, ни Гнок мне не заходят абсолютно. А Пареха, ну, по С60. Это, конечно, печально. Но вот все остальные статы просто космос. Удары 90, по С95. Ну, это реально очень устойчивая карточка. Вот, сразу после наград за ВЛ решил сделать обменчик. Обычное улучшение Ла Лиги и Борха Иглесиас. Мой новый ФРВшник основной падает. Заменит он Карима Бензема в основном составе на втором аккаунте. 96 ударов. И, честно скажу, поиграл там в Рилос пару-тройку матчей. Какой-то удар у него очень жесткий. Ну, реальный. Жду не дождусь показать еще новую команду. И переходим к основе. Основа. 18-2 сделана на основе. Не стал доигрывать эту Викинг Лигу. Уж не было что-то совсем желания после второго поражения. И два пика из четырех игроков нас ждут. Два по четыре. Поехали. Тут в первом же паке нам падают два испанца. Это Пореха Хесу Снавас. И делаю я выбор в пользу рейтинга. 93 Пореха. Пригодится он мне для сборки Патрика Веера в ближайшем будущем. Уже пригодился. В принципе. Второй пик. И тут падает вратарь высокорейтинговый. Это Ян Облак. Прикольная у него карточка. Но меня и мой основной аккаунт уже засыпали вратарями. Просто, я не знаю. В каждой команде я ловлю по одному, по два вратарю. В каждой тот с командой, естественно. ВПЛ это были. Алисон. И, блин. Я забыл. У меня вылетело из головы вратарь кипера. Ман Сити. Но, короче, ладно. Погнали. К наградам. Эдерсон. Конечно же, Эдерсон. Так. Награда за ВВЛ, как видите, тоже не Айс. В первом же паке нет створочек. Нет волкаута. Это очень печально. Сохраняем все в клуб. Переходим к следующему пакетику. Вновь мимо. Ни волкаута. Зато и створочки. И, забегая вперед, скажу, что... Ля Казет с рейтингом 85. В наградах за Викинг Лигу. Стал самым топовым игрочком. Как бы печально это ни звучало. Без учета пиков, конечно же. Там более-менее симпатичные карточки выпали. Более-менее рейтинговые. Ну вот, два пака. Еще у нас два редких мега-набора. Казалось бы, хорошие наборы. По 55 кусков. Пожалуйста. Мимо волкаута. Мимо створочек. Как такое возможно вообще? И последний пакетик остался в Викинг Лигу. Сейчас это все сохраняем в клуб. Открываем редкий мега-набор. Вновь та же самая история. Посмотрите, что творится. Мимо. Мимо волкаута. Мимо створочек. Вот такие вот печальные паки. Я не знаю, что еще тут добавить. Сохраняем в клуб. И, как я говорил ранее, Патрик Вера. И его прайм-карточка занимает место в основе. Пришлось старичка Патрика закинуть на его сборку. Легенда моего клуба. Больше 600 матчей отыграл он. И пак за 100 тысяч последний на этом видосе будет. И здесь волкаут. Давай синяка. Конечно же нет синяка. Чуть-чуть добавил я здесь эмоций. Это Бразилия. ЦОП. И это Фернандиньо падает. Ну, такая вот точка. В принципе, красивая волкаут. Это всегда интересно. И я с вами прощаюсь, ребят. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Удачи вам в паках. Удачи вам в Викинг Лиге. Здесь Матвиенко еще красавчик. Привет передает всем. Все, ребят. Всем пока.